всем привет скажите пожалуйста слышно меня видно я делаю наушники еще раз задам сейчас вопрос сегодня у нас эфир с моей ученицей у которой результаты уже произошли на предварительном обучении на шестом потоке зовут ее рахат пожалуйста не отправляйте мне запрос на эфир те кого я не приглашала и она расскажет свою историю как она попала на шестой поток и как у нее произошли изменения до старта курса слышно да все супер ребят расскажите про икону сзади мы сейчас проведем эфир не будем отвлекаться и потом это не икона нужно разбираться в географических формах это янтро иконы по-другому выглядят ну это скорее всего так рахат отправляйте пожалуйста запрос чтобы я смогла принять мы вышли в эфир с вами добрый вечер ребят я ищу сейчас запрос проход хорошо ждем когда вы прекрасно спасибо большое за комплимент добрый вечер все все кто сейчас только подсоединился будет эфир с моей ученицей а вот или же ее запрос супер здравствуйте здравствуйте сейчас рахат подключается спасибо большое за комплименты здравствуйте я пока выключу комментарии чтобы они прям не бежали по вас здравствуйте я знаю что вы у честого потока да шестого потока да и вы попали на шестой он сейчас идет у нас сейчас третья неделя пошла впереди еще пять недель обучения и я знаю что у вас результат был еще на предварительных обучениях 14 февраля на день влюбленных ну расскажите свою историю 14 февраля как вы попали меня зовут рахат мне 48 лет я живу в бишкеке я из как истана у меня два высших образования 2 средних медицинских образования и не выше юридическое образование про пятый элемент я узнал у подруги чисто случайно в тот момент я лежала в больнице как раз сыном мы лечились и вот она начала рассказывать что она у вас на пятом элементе на пятом потоке ее зовут вывеса когда она начала рассказывать про пятый элемент я не дослушав вывесу я себе сказала да я должна быть там потому что я была очень в таком состоянии в отчаянном мы практически не выходили в больнице молодых декабре лежали в больнице это был конец января вот тот момент тоже мы были в больнице и последний раз когда мы лежали в больнице нам уже подключали кислород у меня такое состояние как будто это был мой последний поезд и вот про пятый элемент узнала в конце января приобрела в феврале и предопыщение у меня открылось 14 февраля 14 февраля вот эти две недели у меня было знаете я две недели утром и вечером делаю медитации и я немножко волнуюсь просто я сейчас вспомнила все это нормально две недели утром и вечером делаю медитации как будто это была моя последняя надежда и вот в конце февраля я сама и сын мы почувствовали колоссальную разницу моё состояние его состояние это было как будто нас подвинили он был совсем другим и я была совсем другой все нормально вы супер рассказы и вот волнуйтесь пожалуйста да но воспоминания с 14 февраля по сей день я на пятом элементе на шестом потоке если рассказать про историю сына он родился путем кейсервосечения 9 лет назад и после родов у него произошла остановка сердца об этом мне сказали на утром он родился вечером ночью и вот когда мне сказали что у сына была остановка сердца мое тело зажалось я лежала при анимации я не могла встать я помню тот момент сильно сжала себя от того что услышала что у сына была остановка сердца ну благодаря врачам мы конечно очень долго там лежали выжил все нормально и я на пятом элементе только поняла что все эти девять лет меня мучили вот это состояние страха что я все эти девять лет на жила в таком состоянии вот зажаты у меня даже тело было зажатым и вот на пятом элементе меня поняла и как бы вылечила переборола вот этот страх на данный момент у меня сейчас другое состояние я смотрите я среднем медицинское образование медучилище медсестрой работала лет 25 назад и сейчас работаю на данный момент фармацевтом но все равно в этой области хорошо и вот я помню что мы когда встречались небольшой группы у нас девушек на интенсивно на прямые эфиры я вас заметила потому что я работаю все время над учениками и отслеживаю ваши программы чем вы там что вы пишете всегда сейчас вдохновение это еще для меня инструмент когда я вижу что нужно подправить я вас там увидела пригласила на эфир и я помню когда вы рассказывали мы все плакали все вот кто должен был выйти на живой эфир в интенсиве мы все поплакались потому что вы рассказывали это так что это действительно произошло чудо в чем было это чудо я знаю что ваш сын был на препаратах каких-то до постоянно вот какие изменения у него произвели вот какого 19 года нам поставили бронхиальную астму смешанную форму и где я только не лечилась не лечила его я лечила его у московских врачей я лечила его в питере были доктора с петерапезией я вот у них лечила в бишкеке мы лечились у самых лучших врачей у аллергологов у профессоров но состояние последние два года ухудшилось не улучшилось а пошло ухудшение потому что он с каждым разом все слабел у него постоянно были одышки у него постоянно была слабость он не мог он мог подняться только до второго этажа дальше у него начиналась одышка мы постоянно были на гормонах последние два года по каждый практически каждый месяц мы получали капельницу дексаметазон это дексаметазон нам помогал только на две недели через две недели нам приходилось обратно капать дексаметазон как медик я понимала последствия этого дексаметазона постоянно кучу таблеток пили вот эти спреи у нас были постоянно в день по два по три раза мы пользовались этими спреями в конце вот когда мы попали в декабре нам подключили кислород потому что дексаметазон перестал помогать дексаметазон перестал помогать и у меня состояние было ужасное и вот в январе когда услышала про 5 элемент у меня прям сердце ехнул она сказала да идея это прям твое ты должна быть там и вот после пятого 14 февраля вот за две недели макпау это я не знаю вот я сейчас до сих пор сижу до сих пор задаюсь вопросом ну как за две недели у нас у нас февраля не было ни капельницы ни таблеток мы в апреле убрали все спреи я до сих пор задаюсь этим вопросом как можно за две недели но вы задаетесь не единственное у меня на самом деле все врачи в итоге остаются с этим вопросом поначалу вы очень сильно его задаете потом вы находите себе какие-то ну уже нелогические да там ответы и все равно вы с этим ответом оставлю с вопросом останетесь на этот вопрос и вы не получите ответ но сейчас я помню что вы мне отправили вы мне отправили видео и попросили не выкладывать это видео я честно говоря не поняла почему я не должна не выкладывать и я и не собиралась но я посмотрела танцующего мальчика который танцует и сейчас я понимаю почему вы мне написали это такая радость макфал вы не представляете это мой сын да посмотрите как он живет сейчас и я увидела мальчика поющего по моему танцующего если я не ошибаюсь что мне очень много сообщений приходит и сейчас он не только может поменяться по лесу сейчас поднимается до пятого этажа он поправился на три килограмма и он сейчас очень активный он не всегда был бледный слабый сейчас он у меня стал немножко загорел потому что он начал выходить на улицу мы его на улицу не пускали совсем другая жизнь мы с ним промываем нос это вообще совсем это другая тема то что мы промываем нос и он у меня спрашивает мама почему мы раньше этим не занимались почему мы раньше не промывали нос мама говорит я начал дышать я полноценно начал дышать наконец-то жизнь я начала проходить через него он говорит ребенок говорит я начала дышать он говорит я начал жизнь та жизнь начал проходить через меня он начал чувствовать эту жизнь это такola Вы знаете, это такие смешные истории Мне иногда вы отправляете В шестом потоке было еще одно сообщение Я его выделила для себя Мама с дочкой Она пришла с запросом Может быть, вы помните Она пришла с запросом, что Она хотела наладить отношения с дочерью И с мужем Они с мужем все время ругались И с дочкой плохо училась И плохие отношения были И тут она тоже изменилась В такой же короткий период, как ваш сын Они стали с мужем хорошо жить И все время шутить И дочь стала меняться И в какой-то момент они приходят В какой-то центр И мама не может пройти через вращающиеся двери И думает, успею, не успею Не успею, не успею А дочь стояла, смотрела Причем я так понимаю, что возраст 8-9 Она говорит, мама, ну что тебя Макпал не учит уверенности? Она говорит, ну учит Она говорит, так учись лучше, мам Что ты такая неуверенная? Мы, говорит, еще шутим, сменемся И сейчас она стала стараться Хорошо учиться И она говорит, давай возьмем твою старую тетрадь И посмотрим, ну как ты там писала Готовь, мам, не надо смотреть Я там так плохо писала Я потому что не старалась и не хотела А сейчас я хочу и стараюсь То есть дети меняются От состояния И от подсознания Даже не состояния, я бы сказала А из подсознания, да Честного, истинного состояния матери Вот вы расслабились Я знаю, что вы пошли даже на работу То есть вот этот стресс, который вы схватили и не прожили Вы его начали отпускать Вы стали успокаиваться Вы поняли, что это был не последний поезд А как раз вы зашли в тот поезд, который надо И вы пошли на работу То есть до этого у вас был страх оставлять своего сына Я так понимаю, что вы были привязаны Я была сильно привязана Мне все говорили Ну, все мои окружения Они знали, что мы постоянно в больнице Что я постоянно с ним Я на некоторые мероприятия Последние два года Сама не хотела Потому что не было желания У меня не было радости У меня не было радости внутри У меня был страх У меня была тревога Тревога за сына И вот за эти две недели Макпал Поменялось состояние сына Поменялось мое состояние И почему-то вот именно 1 марта Я выхожу на работу Меня приглашают на работу Я смело говорю «да» Выхожу на работу И у меня в материальном плане Дома тоже Все поменялось В лучшую сторону Начали приходить дары Подарки Изобилие Знаете, вот дома все у меня поменялось У меня старшие дети Начали говорить «Мама, наконец-то ты обратила на нас внимание» Вот они прям так сказали За эти 9 лет Я была только зациклена На младшем сыне И те старшие Сын и дочь Они прям были рады Говорят, мама, наконец-то ты нас стала слышать И это Ну Не только ваш сын задушал А еще ваши старшие дети Вернули себе маму Очень это важная часть Для любого ребенка Как ваш супруг Вы знаете, у меня очень много было наставников За эти 3 года Мое такое депрессивное состояние Привело к тому, что я начала обучаться У меня очень было много Я и сама лечилась на фото Из-за состояния сына Я сама У меня Да, у самой начались Проблемы со здоровьем У меня появилась фиброкистозная мастопатия Обоих малыш, чем желез Гипотириоз появился Кишечник постоянно плохо работал Бессонница была Постоянно была тревога И в декабре тоже У меня Началась голова кружиться Создали анализы У меня гемоглобин упал на 70 У меня был 70 гемоглобин И я тут, как бы сказать Я потерялась Я потерялась Как-то Я не могу сейчас словами передать Своё то состояние И Что-то я забыла, что хотела сказать Он был не рад У меня было очень много учителей Я начала заниматься собой И мне все Мне тоже говорили Это твоё состояние Передаётся слову Мне предложили Съездить на Мальдивы Потому что Сказали На Мальдивах На молекулярном уровне Там Женщины расслабляются Я поехала Благодаря мужу Спасибо супругу Я поехала на Мальдивы На женский реприт Да, я там расслабилась Там неделю я расслабилась Но приехала У меня обратно Вот это То состояние моё Вернулось Да Это то, о чём я всегда говорила Вот это Трах, тревога Засына У меня обратно Всё это вернулось Мальдивы Мне не помогли Ну я обычно говорю На эфирах Каких-то там Когда Вот в дар У меня идут эфиры Я очень много Даю эфиров Для людей Которые пока не могут Попасть на обучение Я говорю Ну Знаете Вы можете отдохнуть Конечно И неделю И месяц Где-то Кто-то на Мальдивах Кто-то на природе Кто-то на Иссыкуле А кто-то просто на шашлыках Но ровно вы вернётесь И вы через неделю будете Ровно в таком бы состоянии В каком вы были То есть вам отдых Это так Небольшая передышка И даже не передышка Так Отлечь свой мозг называется А так Глубоко Это не восстанавливает Никакого отдыха Весну я всегда Встречала Тревогой Весной Обычно женщины радуются У меня всегда Тревога была Опять весна Потому что весной У него начинали Обострения Обострения Трижка Бледнил Всё время лежал Аппетита нет Слабость И он даже Всё время Задавал вопросы Мама Почему это со мной Почему это Со мной всё происходит Я иногда Плакала Не могла отвечать На эти вопросы Казалось бы Такая простая программа Вы знаете Каждый раз Я поражаюсь Насколько Лёгкие пути Ключи Вообще Решения Казалось бы Таких Нерешимых проблем И это же легко Для меня На самом деле Наверное Вот вы рассказываете Я даже поражаюсь Думаю Как это же Всё так понятно Это же ясно Откуда Вот это зерно Всё пошло Как это реализуется Видимо Моё восприятие Такое Иное Порой я слушаю Вот эти истории Очень сложные Казалось бы Неразрешимые И удивляюсь Мама Это же так просто Решили Это же так легко Порешь Я рада Что вы пришли Ко мне Что вы дали Возможность Жить своему сыну По-другому Себе И своим старшим Дядям Своей семьей Он начал говорить Мы с апреля Убрали все спрели И он начал ходить Он был освобождён С физической культуры На уроке И вот на данный момент Он ходит И говорит Мама Как хорошо Когда я могу Со всеми бегать Прыгать Да И вот У него такая радость В душе Он говорит Я начал жить Мама Мне нравится Моя полноценная жизнь И так Да Какие слова Второй раз он говорит Кто нас лечит Я говорю МакПаул Покажите Её Я показываю Ваши фотографии Он говорит Мама Я думала МакПаул 60 лет Так Тут девушка молодая Ей 30 лет Ну я всё время Говорила МакПаул МакПаул Он не видел вас И он всё время Думал Что вам 60 Да Ну как Да Да И когда я показала Фотографии Говорит Мама Она же молодая девушка И 30 лет Я говорю Нет Говорю Наш доктор МакПаул Который Не 30 Знаете Однажды Я 24 года Познакомилась С одной женщиной У меня Сестра Вышла замуж У неё была Сыкрот Она была Медик Тоже Управленница У неё Большая компания Была Интертич По-моему Нет Интертич Ну какая-то Очень знаменитая Страховая компания В Казахстане Передавая ведущая И вот У нас первая встреча Мы с ней начинаем Говорить Ну я как сестра Её невесты Она меня так послушала Сама Она была доктором Медицинских наук Ещё каких-то там Ну очень Она послушала Сказала Да Первый раз Я вижу такую Молодую девушку 24 года А мышление Это у тебя Она все 60 Вот так она мне сказала Как ты же размышляешь И говоришь Как 60-летняя старушка Ну в смысле Она имела ввиду Что я Очень Глубоко Глубоко Да Как бы Размышляла о жизни Вот я тогда запомнила Ну Казалось бы Ни о чём Мы таком великом Не говорили Но вот она Сделала такие выводы И сейчас я вспомнила Просто рассказала Что Может сын тоже Потому что Когда мы лечились Все врачи были профессора А они Врачи в возрасте И мне казалось Что все врачи Значит Они в возрасте И У меня было Удивление Как это Молодая девушка Да Да Ох Врачи У них Это настолько Конечно Сложная Работа И они делают Все что Можно И конечно Там есть Такие бриллианты Среди врачей У меня такая Вот Мою маму Когда она была У неё был инсульт Инфаркт Я была на расстоянии Всё время На телефоне Ну как бы На связи Мы вместе решали Что делать Естественно Я была в медитациях И не было никакого шанса Её спасти Потому что Ну всё То есть Все понимали Что человек уйдёт У меня был Акширный инфаркт Все лёгкие были Забиты Густками Тромбами И началась Атрофия лёгких Ткани начали Отмирать И она была В критическом состоянии Потому что Инсульт Инфаркт И Мне это сообщают Я естественно Сразу подключаюсь И все тени Наверное Сидела У меня было Абсолютное спокойствие Не плакала Я всю эту ситуацию Приняла И понимала Что Ну Я На всё готова Но я буду работать И я помню Что я Несла Сутки Абитировала И Очередное чудо Да Произошло И Был Прекрасный Врач Рейнгольд Это ведущий Отделение Абсолютно Профессиональное Настолько Удивительное И вот Эта совместная Работа Вовремя Финитые решения Помогли сделать так Что когда Моя мама Вернулась Ну естественно Она после этого Сраства Мухала Будет делать Всё что ты скажешь Что Она вернулась Через три недели На обследование Врачи сказали Нет Ни одного Следа Такое ощущение Что это Вот Если бы мы Не были Свидетелями Всего что Происходило Ну вы подумали Что вы просто Принесли Какие-то Фальшивые документы Что у вас Всё это было Говорит Как такое Возможно Говорит Чтобы через Три недели Не осталось Ни одного Следа После инфаркта Ну у меня Ну у меня Бесконечная Благодарность Все кто Окружал В тот момент Её Вот Вся терапия Которая была В тот момент Была просто Потрясающая Такая работа Здорово Что вы ещё Хотите Что я сейчас Чувствую Вы знаете Я очень давно Не испытывала Такое состояние Расслабленности В душе Покой В душе Тихая радость У меня такое Состояние Блаженное То что я знаю Что у меня Сын здоров Я до сих пор По привычке Я встаю Иду Ночью Слушать Сына Я У меня же Бесон не Забыла Я постоянно Ночью просыпалась И Да Да Постоянно Проверяли Его Сатурацию И вот На данный момент У меня Глубокий сон Такое Расслабленное Состояние Внутри Счастье Большое Тихая радость Как вы нас учите Я Я не могу Это словами Передать Хотелось бы Чтобы это Почувствовала Каждая мама У которого У которых Более Девяти Вот Я Хочу Передать Каждой маме Каждой Женщине То что я Сейчас на данный момент Чувствую Вот Эту радость И покой Который у меня Давно не было И это все Благодаря вам Напал Спасибо Ну На такой Хорошей ноте Я могу Включить Сейчас Комментарии Мамочки У всех У кого Болеют Дети Это послание Для вас От Моей Ученицы Чтобы вы Расслабились И чтобы У вас Настал тот день Когда вы Выдохните И скажете Наконец-то Я начала Жить Полноценную Жизнь Ну Спрашивайте Вы можете Задать вопрос Мне Моей Ученице Если есть Какие-то Вопросы Задавайте Хотели Что-то Сказать Я хочу Про чат Вдохновение То, что К вам Приходят Такие Интересные Нас там Много И очень Много Интересных Людей Мария Папа В 82 Года Все время Слушаю Ее Историю Макли Папа Который 98 Лет И вот Мне Очень Интересно В нашем Чате Есть Мужчина Он в раке Которому За 60 Я Читала Его Историю И Очень Рада За него То, что Мужчина Он сам Учитель Можно я Прочитаю Его Он там 30 лет Занимается Разными Телесными Практиками Ошо Цигун Рейки Суфийские Практики И еще Кучу Он Пишет Всего У меня Много И Также Он Отзывается Что У него Было Очень Много Учителей Но Он Пришел В итоге К вам И Он Пишет Очень Хочу Попасть Ваш Рам За За Наставлениями Дальнейшими Медитативными Практиками И Духовными Развитиями Чтобы Передавать Это Уже Своим Ученикам И Вот Мужчина Ему Вот Под 60 И Он Приходит К вам Учиться 30-летним Стажем Я Была Удивлена Удивлена И Была Рада Я Была Рада За себя Что Я В таком кругу Где Магрипа Апа 98 До Сих Учится У вас Магрипа 82 Года И И История В Раке Вы Знаете Вот Магрипа Апа Мне Даже Передали Что Иногда Она Даже Проплакалась Что Она Не Встретила Меня Раньше Это У нее Сожаление Что Она Эти Знания Не Знала Раньше Я 98 Лет И У нее Сожаление Она Кстати Очень Хорошо Активно Учится Я знаю Одна Из Активных Учениц Который Все Делает Вникает Это Конечно Большая Честь Для Меня Доверие Спасибо Молодые Девочки Приходят На Обучение То Что Они В Молодом Возрасте У них Будет Такой Пакет Опытов Что Вы Чедро Даете Нам За Них Очень Радуюсь Мы Пришли Когда Нам Уже Под 50 А Там Девочки Лет По 18 По 20 Очень Рада За Них За Юную Зазвенность То Что Они Сейчас Уже Ищут Эти Знания Эти Ваши Загадочные Волшебные Как я называю Знания Спасибо Давайте Сейчас Почитаем Что Пишут Если Так Большое счастье Попасть К вам Акпау Нет Бюрсен Так Не делайте Пожалуйста Аборт Мы вообще Про аборт Не говорим Это здорово Когда ребенок Здоров Супер Хочу На Седьмой Поток Приходите Уже Предобучение Открыто Как Попало Предобучение В феврале Старт Потока Был 24 Апреля Ученица Моя Пришла В феврале Вы Молодец Рахат И имя У вас Тоже Блаженство Если Рахат Это Наслаждение Моя Дочь Не Разговаривает 13 лет ДЦП Можно ли Вам заговорить У нас Прошлый эфир Был По ДЦП Посмотрите Пожалуйста Вот Предыдущий эфир Был По ДЦП Так Мы у нас Не снимаем Никакой Информации О разных Мужчинах Что поможет Подскажите Какая Вы Красивая Здоровье Вашему Сыну Вдохновляющий Результат Как бороться С онкологией У младенца Прийти Самой На обучение Самой Прийти На обучение Вам надо Срочно Прийти На 5-й элемент Пожалуйста Прибите И прямо Сейчас Заходите Потому что Это надо С вами Работать Моя дочь Тоже на 5-м элементе Сейчас Ей 17 Посмотрите И она С очень Большим Вниманием И доверием Обучается Рада За вас И вашего Сына Спасибо Что вы Написали Это Вы супер Мама Что вы Отправили Свою дочь Я рада Что с вами На 6-м потоке Кто-то Нашего потока Очень рада За вас Рахат Вы были На ВИП-курсе Нет Рахат Не была На ВИП-курсе На ВИП-курсе Сейчас Есть Другие Ученики Рахат Не на ВИП-курсе Вы на каком Покете Скорость На скорости На скорости Скорость Быстрее у вас Скорость Ну вы видите Я расскажу Как я Приобретала Пятый элемент Да На 5-й элемент А в конце Так получилось Что у меня Пошло Знаете Вот Я говорю Махпал К нам Как волна Дому Зашла И прям Все Изменило Пошли Материальные Благо Что я Уже В конце До начала Обучения Я уже Приобрела Скорость Да Супер Сделали апгрейд Классно Ну Видите Как все хорошо Может быть Даже я думаю Сейчас для вас Это казалось Что Вот С этой точки Где вы Сейчас Да То есть Сколько Прошло Март Апрель Три месяца Да Совсем И вы сейчас Смотрите Совсем по-другому Даже на эту сумму Да Чего я там Искала Чего я там Собирала Чего я там Пучилась Все Стоятки Что были такие Что не было денег Не было денег Да Ну да Ну а как С таким Сознанием Как было Будут деньги Ну объясните Мне Это же было Все на разрушение И на доказание Того Что Вот Держание За страхи Там же очень много Смешанных программ Было Да Дерна И она Откуда Придут деньги Деньги же Тоже энергия Да Изобильная энергия Божественная Пока жизнь Проходит через нас Так вот Как вот Ваш сын говорит Ну конечно Начал Ну и денег Тоже Не будет Как говорил Эйнштейн Есть только Два способа Прожить Которые Вы постоянно Говорите Первый Будто чудес Не существует Второй Будто Кругом чудеса На данный момент Моё состояние Вот такое Чудесное состояние Состояние Радости Покоя Ну это Знаете Как это Смеша красавица Проснулась Пробуждение Смеша красавица Я начала Я начала Улыбаться Мне начали делать Комплименты Говорит Вы сияете Потому что Я это чувствую По своим глазам Потому что Видимо Раньше У меня были Грустный Тревожный Взгляд Да На данный момент Очень много Комплиментов Что я сияю Что я другая Говорит Что с вами Говорит Что с вами Произошло Говорит Такая счастливая Это благодаря вам Аква Спасибо Знаете Вот интересный вопрос Задали Правильно ли Благодарить Болезнь Давайте я Объясню более Вы читаете Много книг Наверное Там где есть Некоторые книги Даже авторы Говорят Благодарите Свою болезнь Ребята От того что Вы будете Благодарить Свою болезнь Ничего не изменится Да Придет тот момент Когда вы Будете Благодарить Свою болезнь Но это Должно Произойти Абсолютно На другом уровне Когда мои Ученики Выходят Из определенной Практики Да Они не На уровне Логики Благодарят Свою болезнь Они Внутри Настолько Проживают Высокие Эмоции Чувства Проживания Они Почему это Происходит Потому что Они видят Сознание Расширяется И они Видят Всю иллюзию В которой Они зацепились И жили Иллюзия Это в какой Лжи Они жили И когда Они соединяются Со своим внутренним миром Вот это происходит Дальше Сознание Они видят Новыми глазами Всю свою историю Они понимают Делают Выводы Проживают Осознавание Да Вот это Я У меня было Что-то такое Вау Такой эффект Да Они проживают У них спонтанно Идет Благодарность Вот когда И тогда Они начинают Плакать И благодарить Свою болезнь Потому что То состояние В котором Они сейчас Находятся Они Это настолько Приятное Высокое состояние Вот как Рахан Да Она говорит Я сейчас Улыбаюсь И видите Когда она Рассказывает У нее начинаются Слезы То есть Тот путь Который Она прошла И вот Сейчас У нее Есть Вот это Понимание Что Со временем У нее Это будет Укрепляться И потом Она будет Благодарить Этот период Если б не Этот период Она бы Не пришла К этой точке Как сегодня А ведь Вы понимаете Что у нее Будет рост Очень сильный И через год Она будет Уже совсем С улыбкой Смотреть На эту историю Вот что Такое Благодарность А то Что вы болеете Ничего не делаете Не занимаетесь Саморазвитием Да Идете по-честному Работать над собой А просто Благодарите На уровне логики Ничего не изменится Вас учат Каким-то Концептуальным Логическим вещам Ребят А совсем По-другому Работают И поэтому Благодарить Свою болезнь Надо Искренне Проживая Я вот сейчас Придумала себе И искренне Начну благодарить Болезнь Вы ее начнете Усиливать просто Все Вы начнете Наделять ее Вниманием И она начнет Расти Я не знаю В какой бы Момент Потому что Это все Нечестно И в какой-то Момент Вы перестанете Это делать Потому что Вы понимаете Что идет Ухудшение Это совсем На другом Уровне Проживаться И кто вас Может туда Провести Только Сильный Наставник Мастер Потому что Сам На том Уровне Где вы Сейчас Находитесь Вы не Сможете Этого Делать Понимаете Поэтому Благодарить Нужно Но правильно Не хватайте Концепцию Сейчас С сегодняшнего дня Я благодарю Это же Очень странно У вас Все Ничего Не меняется А вы Благодарите Что Ваш Ребенок Допустим Болеет И вот Вы сидите И Бога Благодарите Это скажет Чуть-чуть Человек Может туда Пошел Вы знаете Когда я Когда я Написала В чат Вдохновение Это после Весенней медитации До весенней Медитации Я боялась Даже говорить Кому-то Что С моим сыном Все хорошо Я вот этот Отзыв Написала После Весенней Медитации У меня После Медитации У меня Была Совсем У меня Появилась Уверенность Сила И вот Этот страх Куда-то Пропал И я Вот Решилась Написать В чате Вдохновение Да Это Проискать Весенней медитации Я только Открылась Смотрите Ребята Есть Весенняя медитация Все Кто не может Попасть На пятый Элемент Попадите Хотя бы На летнюю Сейчас Медитацию Три раза в год Я провожу Это мероприятие В самые сильные дни И там Я подключаюсь На полную мощь Нас очень много Гораздо больше Чем на потоках Да Там Около Трех тысяч Человек У меня есть Степень Когда я Длительно Иду С учениками Работать Мне нужно Чтобы у них Качественно И долго Произошли Изменения Когда я делаю Разовые мероприятия Такие как Медитация Я даю сразу Вам возможность Прожить это И вы понимаете Что это Вот то О чем я сегодня Говорила Благодарность За болезни Или за какие-то Ситуации И так далее И эта медитация Она очень сильно Вас пробуждает То есть Как выходят Бизнесмены Например Или такие Очень логичные Женщины Да Даже Которые зарабатывают Миллионы И даже Самые богатые Или самые простые Они выходят Там Обычный человек Да С проблемами Не имеет значения Они Особенно Мои там Какие-то знакомые Они звонят Мне говорят Ну что это было Мы даже Я говорю Я не могу Это состояние Описать Я настолько Во все Или там Когда Выходит Эфир Я настолько Во все Не верю У меня было Все Вот Настолько Плохо Да И после Этого У меня есть Такая вера Которую Не отнять Да То есть У вас появилась Эта вера Вот это такая Уверенность Которую Не отнять Вот Когда вы Меня спрашиваете Я не могу На пятый элемент Попасть Что мне делать Идите хотя бы На эту Летнюю Абитацию Которую сейчас Уже сейчас Идет набор Да Она сейчас Более расширенная Она там Это будет Три дня ретрита Там есть еще Вит-пакет Это будет Так уже Настолько основательно Я основательно Это даю Но сейчас Это будет Настолько основательно Что Вы поживете Что-то Очень высокое И вот это Вам даст Возможность Идти дальше У вас появятся Деньги на пятый элемент И вы найдете И вам откроют пути И так далее То есть Вам самое главное Себя поднять Хотя бы на какое-то время Да На вот эти Высокие вибрации Проживания Схватить вот это И Это как Знаете Когда Это как вот Маленькую щелку Вы смотрели На свою ситуацию А я вам дам Возможность Высунуться в окно И вы увидите Деревья Космос Там Увидите поляны То есть весь мир Да Как будто я вас подниму Над землей А потом вы опять Опуститесь В свою комнату Это будет вот так вот И когда вы Подниметесь Над землей Над своей ситуацией Вы увидите это Своими глазами Вы поймете Оказывается Это я все это Видел так А это Все по-другому И вы уже На следующий день Будете совсем По-другому Сочувствовать Про это Хотела Рахат Донести Сегодня у меня Голос садится Ну Ребят Спасибо большое Что вы были Рахат Вы молодец Мы очень все хорошие Комментарии Энергия И так далее Я думаю Что на основные вопросы Мы ответили Ребят Спасибо большое Что вы сегодня были Будем на этом прощаться На следующей неделе В четверг Мы выйдем опять С эфиром Или завтра А нет На следующей неделе В четверг И будем дальше Рассказывать Каждую неделю Историю моих учеников Пока идет обучение Вот Рахат Это одна из них Которая на предобучении Все кто хочет На предобучение Можете сейчас уже записываться Седьмой поток Уже набирается Старь седьмого потока Вы не помните когда? В июне В июне В июле В июле В июле Нет В июле Ребят Старь Да В июле В июле Поэтому Всю информацию Которую вам нужно будет узнать Вы сможете узнать Пройдя под топливку У меня в шапке профиля Там Огромная команда Работает Она вам поможет Я часто не помню События Потому что Я все время работаю Над учениками Поэтому я знаю Своё недельное расписание А далеко я не знаю Благодарю Всем пока Благодарю 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 Рахат Сыночка обнимите От меня Благодарю От меня Шестидесятилетник Молодой девушке Благодарю Благодарю И привет И привет И привет Вашим Детям Спасибо вам Спасибо Увидимся на уроках Спасибо ребят Всем пока Так Так Субтитры сделал DimaTorzok